Девушки отдыхают 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 какая-то может быть отдельная хорошая система подготовки государственных служащих. Мне кажется, это ошибка нашего образования. Государственных и муниципальных служащих можно готовить уже те, кто находятся на студии, по специальным программам для того, чтобы им делать какой-то аппарат, с тем, чтобы они были значительно, если хотите, более подготовлены, например, чем текущие ситуации на рынке. Потому что люди эти должны быть по определенному классу, например, начальник департамента университета или начальник департамента регионального правительства. Эти люди должны быть очень хорошо подготовлены. И для них должны быть специальные курсы. Вот я знаю Рустаму Багалевичу, он платит деньги республиканского сюжета, и вообще имеет большие программы по обучению целых слоев молодежи, не только молодежи, для того, чтобы люди были подготовлены к госуправлению. Поэтому главное, что это система обучения для того, чтобы все время делать это продвижение от одного уровня до другого, чтобы эти люди были лучше и больше подготовлены. А что касается качества государственного управленца, ну, наверное, все-таки, если раньше главным качеством государственного управленства было то, что он ощущал себя большим начальником, и человеком, способным управлять миром, то теперь, наверное, нужно больше прислушиваться и понимать, что он все-таки слуга этого социума, в котором он работает, и подчиняет себе свои интересы, или большую часть своих интересов, потому что жизнь вокруг становилась лучше. Ну, это, наверное, самое главное. То есть я бы развернулся здесь вопрос именно на образование, и на то, что как он должен себя с этим образованием позиционировать в том мере, где он работает. Программа была интересная. Где-то не рвать мозги, неважно, как называется ваша программа, что написано в дипломе. Ну, действительно, лет, на мой взгляд, 32-55 человек, он поработал в науке, на госслужбе и в бизнесе. При этом зарабатывая деньги в одном месте, связь в другом и репутацию в третьем. Самое главное не перепутать, где из этих мест ты, что зарабатываешь. А дальше, действительно, там, в 55-ти ты выбираешь свой основной тренд, и донишься, а дальше, там, получаешь положительную программу, там, мастерство по госслужбе и так далее. И хочу вас под случаем. Вот у нас в Патарстане филиала нет, отношения самые тесные с руководством Патарстана. И, собственно, вот то, что сказал Игорь Ильич, мы одни из тех, кого руководство выбирает, чтобы заниматься тренингом государственных служащих. Здесь мы очень плотно работаем, и мы не единственные, мы здесь конкуренции, что важно. Ребята, мы общаемся как свободно с вами. Это я не знаю, что выражаю какую-то правительственную точку зрения, но я просто с вами общаюсь как человек. Поэтому мы с Владимиром Александровичем спорим по поводу того образования, который есть внутри его академии. Но, тем не менее, должен сказать, что под руководством М. Александровича, например, академия вращалась из такого очень устаревшего учебного заведения и научной организации, которая с правительством постоянно работает, и не только с правительством, но и с бизнесом тоже, по поиску каких-то новых все время программных решений, как двигаться вперед. Но, что касается Русана Магалевича, и всего того, что он делает, он и его предшественник, Камдивир Шарипович, в Татарсане, для нас для всех не является вообще... Ну, мы считаем, что это один из лучших примеров, если сказать лучше, из того, что называется реального федеративного строительства. А с другой стороны, просто мы друзья, и мы сдружились, когда готовили вместе универсия. У меня вообще, я должен сказать, как здесь люди умеют работать, многим надо не учиться, потому что самое главное, на что здесь все нацелены, это результат. Если нет результата, считай, какая-то работа, как это много для работы, для учительства. Поэтому, вот я, честно говоря, с большим удовольствием вас предпочли приехать с вами пообщаться. Ну, и вообще, я буду молодцы. И сказать, что одни из лучших студентов страны в две недели проводите вместе. Великий, например, сферу, теперь институты у нас все хорошо подготовленные, сферу, где нет, не только надо быть конкурентом, конкурентом способны, а профессии как-то либо. Ну, я знаю, что, например, знаю, что очень много в Востоковничном университете объединенные судостроительные корпорации, Роскетки и другие заказывают уже частные программы.